Дерек и Хиллари Уокер Дерек и Хиллари Уокер Дерек и Хиллари Уокер Мы уже говорили об этом Теперь же мы переходим ко второй части Как молиться о воле Божьей в их жизни Какова воля Божья в их жизни? Чтобы они познали истину Мы говорили о том, что через наши молитвы Мы высвобождаем Духа Святого Бог достигает своих планов в это время через Слово Но Слово не действует само в паре с Духом Святым Нужно не только делиться Словом Но и высвобождать силу Духа Святого Через наши молитвы Чтобы Дух, работая со Словом Приносил плоды в их жизни И для спасения людей мы должны делиться Евангелием Кто-то должен делиться Евангелием с ними Но это Слово должно орошаться нашими молитвами Мы должны молиться, чтобы Слово могло проникнуть И принести плод рождения свыше Точно так же, когда человек спасается Божий план состоит в том, чтобы он возрастал в Господе Чтобы Божье Царство устанавливалось во всех сферах жизни И это происходит, когда они познают истину Когда они слышат и принимают Слово Божие Во всех сферах своей жизни Применяя его на практике Но без сфокусированной молитвы этого просто не будет Мы должны молиться за новообращенных верующих Чтобы Слово Божие было эффективно в их жизнях И делало их подобными Христу Очень важно молиться за новообращенных верующих Чтобы они становились подобными Христу В послании к галатам апостол Павел описывает Как он молился за самих галатов Он молился за них изначально Его молитвы в паре с Евангелием позволили им спастись Но теперь он говорит, вы все еще дети И вас увлекают лжеучения Он говорит, дети мои Это проявление его любви к ним Дети мои, для которых я снова в муках рождения Доколе не изобразится вас Христос Я снова молюсь за вас Я пишу послание к галатам, чтобы помочь вам Он дает им Слово Я считаю, что мы должны нести новообращенным верующим Слово Учить их Иисус сказал в великом поручении Проповедуйте Евангелие Спасайте их И учите их соблюдать все, что Я повелел вам Но мы должны не только нести Слово, но и молиться за них Наши молитвы должны идти со Словом, чтобы в их жизнях был плод Именно об этом мы и говорим Мы должны молиться о спасении, а также наставлять других, кто младше нас в Господе Это может быть новообращенный христианин Вы не оставляете младенца самого В надежде на то, что он сам разберется со всем и позаботится о себе Кто-то должен позаботиться об этом ребенке Вы заботитесь о ком-то Вы должны делиться Словом, а также молиться за них, чтобы они росли в Господе Новый Завет делает ударение на это Мы поделимся стихами, в которых апостол Павел и другие апостолы молились за этих верующих За то, чтобы они росли в Господе и сами приносили плод И тогда они могут помогать другим спастись У Бога есть две программы Есть программа спасения Он желает спасти как можно больше людей Но спасение — это лишь начало Бог желает, чтобы в их жизнях устанавливалось Царство Божие Так они сами могут укрепиться в Господе и начать двигаться в силе Вот на чем должны фокусироваться наши молитвы Вопрос не только в том, чтобы реагировать на пожары и видеть чудеса В проблемах мы должны молиться о Божьей воле и Его Царстве Как сказано в Великом Поручении, мы должны поддерживать дела Евангелия и Слово Божьего Чтобы люди спасались и приходили к полноте истины Так как же нам молиться за новообращенных верующих? Давайте теперь поговорим немного об этом Как нам это делать? Слово — это истина Нельзя обойти слово, не так ли? Он говорит это своим ученикам Как бы ты молилась за младенцев, христиан, которые только пытаются встать на ноги Еще ничего не умеют С чего нам начать? Я бы молилась о том, чтобы они любили Слово Божье Это будет якорь для их души, который поможет им возрастать в Господе, прогрессировать Иисус сказал, если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики И познайте истину И истина сделает вас свободными Воистину свободными В еврейском мышлении тех времен, да и сейчас Задача ученика состояла в том, чтобы стать похожим на учителя Он следует Узнает Повторяет учителя Узнает его учения Он делает все это для того, чтобы быть таким, как его учитель Иисус говорит, что хочет видеть учеников Людей, которые учатся у него Наблюдают за тем, что он делает Он желает, чтобы они принимали его Слово И он говорит Вы должны пребывать в Моем Слове Тогда вы познаете истину и освободитесь Я считаю, что это очень важно Как ты сказала, мы должны молиться о том, чтобы у них был голод по слову Ведь если его не будет, они не увидят нужду Он говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое, словесное молоко Я считаю, что в первую очередь мы должны говорить молодым христианам Вам нужно Слово Божие Как младенцам Вам нужно словесное молоко Об этом сказано в первом послании Петра 2 главе Вам нужно словесное молоко, чтобы вырастим Вы не должны оставаться младенцами Вы должны расти А для этого вам нужно словесное молоко Мы также молимся о том, чтобы у них был голод по слову Божьему Это необходимо Я считаю, что если мы хотим получить ответ на молитву То должны молиться за младенцев Но в обращенных христиан Я считаю, что Бог быстро отвечает на их молитвы Он любит, когда мы присматриваем за молодыми верующими Покрывайте их молитвой Я знаю историю Джеки Кулинджер Она свидетельствовала многим наркоманам Эти люди нуждались в том, чтобы оставить наркотики И они постоянно покрывали таких людей молитвой Это помогало им оставить наркотики Благодаря их молитве Эти новообращенные христиане обретали силу А другие люди, которые не испытывали такой нужды Из-за которых не молились так сильно Были более склонны к тому, чтобы отойти от своей веры Я считаю, что мы должны уделять особое внимание младенцам Тем, кто только что пришел к Господу Покрывать их в молитве Чтобы они преображались в образ Христа И они смогли стать на свои ноги И ходить самостоятельно И тогда они смогут уже сами молиться за других Помогать другим Ведь так, да? Я хотела сказать, что в дикой природе, особенно в Африке Есть такие красивые олени, которых я называю бэмби А рядом с ними водятся гиены Они подкрадываются к ним Очень осторожно подкрадываются На самом деле они нападают именно на тех олени, которые только родились Они нуждаются в особой защите Да, а взрослые олени защищают своих малышей Прости, Дерек В Исаии 40.11 сказано Как пастырь Он будет пасти стадо свое Агонцев будет брать на руки И носить на груди своей И водить дойных Он пастырь Добрый пастырь Он заботится об овцах О новорожденных Он несет их Заботится о них И он ведет тех, кто с новорожденными Если вы хотите, чтобы Господь вел вас То ищите молодых Потому что он также даст вам особую помощь В присмотре за молодежью Если вы хотите увидеть, как Господь работает Начните присматривать за молодыми христианами Молитесь за них Он поведет вас в том, чтобы поделиться с ними чем-то Вы увидите чудесные результаты Мы видим, что апостолы также часто молились о том Чтобы у верующих был образ Христа Да, это происходит через Слово Божие Но молитва также важна В противном случае Павел сказал бы Я дал вам слово И это все, что вам нужно Но он не просто дал им слово А молился за них Он часто говорит, что молится за них ежедневно Он не говорил им У вас есть мои записи С этим оживите Он молится за них ежедневно Потому что молитва важна Он молится Да придет царство твое Да будет воля твоя в их жизни У них есть слово Но молитва нужна, чтобы это слово Принесло плод Давай-ка посмотрим теперь на некоторые апостольские молитвы Конечно Третья Иоанна 2 Апостол Иоанн говорит Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем Как преуспевает душа твоя Интересно, что мы молимся о процветании О том, чтобы все было хорошо Но обрати внимание, что ключом ко всему этому является Как преуспевает душа твоя А в чем ключ к процветанию души? Слово Он молится о том, чтобы слово Божье было сильно в человеке Мы можем молиться о таких вещах, как здоровье Это нормально Но Бог желает, чтобы процветала прежде всего наша душа Чтобы слово Божье утверждалось в жизни человека В душе человека А здоровье и все остальное – это побочные продукты Мы понимаем, что он говорит о Слове Божьем благодаря следующим стихам Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья И засвидетельствовали о твоей верности, как ты ходишь в истине Для меня нет больше радости, как слышать, что дети мои ходят в истине Обрати внимание, что он говорит о процветании души Он говорит, я обрадовался Ваше внешнее процветание зависит от вашей души Но я очень обрадовался, когда услышал, что, во-первых, истина в тебе Что Слово в тебе, и что ты ходишь в истине Он ходил в Слове Он говорит, я радуюсь Потому что знаю, что твоя душа процветает в истине Слова Божьего И поэтому теперь я молюсь о твоем здоровье и процветании Но изначально он молился о том, чтобы их души процветали в Слове Божьем Важно, чтобы вы молились об этом Одна из лучших молитв – это молитва из послания к Ефесянам Прочитай ее, пожалуйста Да, Ефесянам 1, 16 и 17 Павел много молился Непрестанно благодарю за вас, Бога Вспоминаю о вас в молитвах моих Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец слабый Дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его Дальше И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его И какое богатство славного наследия Его для святых И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его Которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых Интересно, что они приняли Слово Здесь говорится, что они знали Его Но одно дело — слышать Слово Иногда мы можем слышать Слово, но не получать откровения Оно не оживает для нас Мы слышим Его ушами, но не сердцем Вот почему важно не просто делиться Словом Он молится о том, чтобы они получили откровения о Слове Иногда мы можем прочитать место, которое читали сотни раз до этого И внезапно у нас открываются глаза, и мы говорим «Вот это да!» Неужели здесь такое написано? Вот что происходит, когда мы переживаем откровение Откровение — это когда что-то открывается нам Очевидно, что Его молитва была важна для них Недостаточно было просто поделиться Словом Он молился о том, чтобы они получили откровения Чтобы Слово ожило для них Слово провозглашает духовные реалии Одно дело — видеть внешнее проявление Слова А другое — воспринимать суть Слова Вот почему молитва важна Мы высвобождаем Дух Божий в молитве Он хотел, чтобы они увидели надежду своего призвания Увидели силу, работающую в них Богатство, слава, их наследие И мы, безусловно, должны молиться по Слову Должны молиться и за людей, и за себя Поэтому мы и говорим «Господи, я молюсь за них» Но мы также должны молиться за других Потому что они могут и не знать об этом Да, открой их глаза, чтобы они видели надежду призвания Твой план на их жизнь Ту великую силу, которая работает в них Духом Святым Мы молимся об этом за них А есть еще одна похожая молитва в послании к Колоссянам Прочитаю ее также Да, это Колоссянам 1, начиная с 3 стиха Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа Всегда молясь о вас, услышав о вере вашего Христа Иисуса И о любви ко всем святым В надежде на уготованное вам на небесах О чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования Которое пребывает у вас, как и во всем мире И приносит плод Главное в нашей жизни плоды Я хотел кое-что отметить Он очень позитивно относится к ним Уверен, что он мог найти немало негатива Но он смотрит позитивно в молитвах Не несите негатива в своей молитве за людей Благодарите Он начинает с благодарения за то, что Бог сделал в их жизнях Они спаслись благодаря Евангелию Он работает в их жизни Павел смотрит на позитив Он не фокусируется на их ошибках Он благодарит Бога за то, что есть Он продолжает и дальше благословлять их У него позитивный подход Давай мы продолжим читать В 9 стихе он говорит Посему и мы с того дня, как о сем услышали Не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы Исполнялись познанием воли его Его слова во всякой мудрости и разумении духовном Интересно, что он услышал об их вере Он услышал, что у них все хорошо Мы бы подумали, ну раз у них и так все хорошо То лучше молиться за тех, у кого проблемы Мы бы так подумали У них все было хорошо Он видел, что они прогрессируют И поэтому не переставал молиться за них Он не реагировал на кризисы, а действовал стратегически Он молился за их зрелость Обратите также внимание на то, что он молился о том, чтобы они исполнялись Познанием его воли Это его слово Он желает, чтобы они получили Слово Божие Но он хочет, чтобы они наполнились познанием Слова Божьего И за это нужно молиться Сила, высвобожденная в молитве, поднимает что-то, что активирует Слово Божие в их жизнях и дает силу Продолжай читать снова Безусловно, 10 стих Чтобы поступали достойно Бога во всем, угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Господа Духовный рост Он молится об их духовном росте Ты заметила, что он делает здесь? Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога 11 стих Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его Во всяком терпении и великодушии с радостью Он молится о плодах Духа в их жизни Долготерпении, радости Дух Святой работает в их жизни Но он молится за них, чтобы они развивались и становились сильнее Это те молитвы, которыми мы должны молиться У нас заканчивается время, но давай посмотрим на то, как Павел продолжает молитву Ефесянам Да, 3 глава, 14 стих Для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа От Которого именуется всякое Отчество на небесах и на земле И додаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться Духом Его во внутреннем человеке Верую вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота И уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполнится всей полнотою Божья Обратите внимание, что именно об этом мы должны молиться друг за другом Дух Святой, который живет в нас, также укрепляет изнутри наши сердца Дух Христов должен быть не просто в нашем духе, но жить в наших сердцах, чтобы мы были подобны Христу во всех своих мотивах, чтобы мы наполнялись познанием любви Божией Мы молимся о том, чтобы любовь Божия наполняла жизни людей, управляла ими Мы должны молиться о том, чтобы они возрастали в любви и в духе Мы видим проблемы с незрелостью христиан Частично это связано с тем, что мы мало молимся, редко вспоминаем о них в молитвах Но Бог может отвечать на подобные молитвы, и мы должны начать молиться друг за друга Прочитай, пожалуйста, 20 стих Здесь сказано, а тому, кто действующий у вас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века Когда мы молимся об этом, то молимся по воле Божией Потому что в первом послании Иоанна, пятой главе сказано И вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы не просили Знаем и то, что получаем Если мы молимся об этом, знаем, что это по воле Его, потому что они по Его Слову Если мы молимся за мир, за тех, кого наставляем, молимся о том, чтобы Христос пришел в их сердца, чтобы они укрепились, чтобы любовь Божья наполнила их Молимся по воле Божией Плод Духа высвобождается в их жизни Мы молимся по Слову Божьему Бог слышит такую молитву и высвобождает Духа, позволяя людям принять больше Слова Жить по Слову, расти и процветать благодаря, между прочим, вашим молитвам Вот что мы должны делать, и тогда мы станем подобными Христу Я хочу закончить молитвой за вас из послания к филиппицам Это первая глава, девятый стих Здесь сказано И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божию Вот моя молитва за вас Субтитры создавал DimaTorzok